Всем привет! Статистика говорит, что более 80% пользователей используют топовые браузеры – Chrome, Mozilla, Opera, Edge и Яндекс. Однако существуют альтернативные браузеры, превосходящие их по некоторым параметрам. В этом видео я постарался собрать наиболее интересные из них. В одном из предыдущих роликов смотрите топ бесплатных браузеров для Windows. Ссылка в описании. 1. Блиск Браузер Блиск Браузер построен на базе Chromium и создан специально для разработчиков. Он позволяет писать код для мобильных и настольных платформ одновременно и включает эмуляторы телефонов, планшетов и различных разрешений экрана. В отличие от обычных браузеров, которые в первую очередь заточены для просмотра веб-страниц. Блиск обеспечивает возможность одновременной разработки сайта для настольных систем и мобильных устройств. Для этого есть специальный эмулятор, который позволяет оценивать внешний вид сайта на том или ином устройстве на протяжении всех этапов разработки. Здесь вы найдете iPhone, iPad, Nexus, Pixel, устройства Samsung и LG, разные мониторы и планшеты. Есть возможность разделения экрана на две части для работы с каждой из версий с полной синхронизацией совершаемых действий. А функция автоматического обновления избавляет разработчика от необходимости перезагрузки страницы после каждого внесенного изменения в исходный код. При этом встроенные аналитические средства собирают всю необходимую информацию об ошибках и сбоях. Можно сделать скриншот экрана или страницы браузера, не выходя из него. В остальном же это всем хорошо известный Google Chrome. Ссылка на страницу, с которой можно скачать браузер в описании. Tor Browser Tor Browser в первую очередь позиционируется как браузер для анонимного серфинга в Интернете. Конфиденциальность трафика которым обеспечивается за счет использования распределенной сети серверов узлов. То есть с одной стороны это хорошая альтернатива популярным браузерам со встроенным VPN, но с другой стороны этот продукт совершенно другого уровня. Tor не будет зашифровать ваши данные, для этого нужно использовать виртуальную частную сеть VPN. Вместо этого Tor перенаправляет весь ваш трафик через серию промежуточных сетевых узлов. Эта мера значительно усложняет попытки отслеживания со стороны. Использование Tor обеспечивает качественно новый уровень приватности, гораздо больший, чем при применении режима приватного проспонера в обычном браузере. Сам браузер представляет собой серьезно переработанный браузер Mozilla Firefox и включает несколько дополнений безопасности. Например, функцию отмены кеширования всех данных. Поэтому интерфейс браузера практически не отличается от Firefox, за исключением нескольких установленных плагинов. Домашняя страница браузера включает призыв к финансовой поддержке проекта и поисковую строку анонимной системы DuckDuckGo. Чтобы найти нужную информацию или перейти на нужный сайт, введите поисковый запрос в строке поисковика. Или сайт в самой строке браузера. Кликнув на луковицу в значке Toro, мы можем увидеть цепочку, по которой браузер работает с данным сайтом. Её можно изменить в любой момент, достаточно выбрать новая цепочка для этого сайта, и она изменится. Как видим, пользователю предоставляется доступ к нужному ресурсу через три промежуточных сервера. NodeScript, часто используемый расширением Firefox, предустановлено и может применяться для блокировки различных скриптов и прочего не относящегося к HTML контента. Он позволяет очень просто настраивать необходимый уровень безопасности для детальной настройки отдельных опций в окнах конфигурации. Все, что вы делаете в браузере, тестируется на анонимность. При попытке переключить браузер в полноэкранный режим появляется сообщение. Открытие браузера на максимальную величину может позволить веб-сайтам определить разрешение вашего монитора. Мы рекомендуем оставлять окно браузера в первоначальном виде. При тестировании было замечено, что многие сайты запрашивали ввод Capture при использовании браузера Tor. Это связано с тем, что ваши замаскированные адреса выглядят подозрительно для служб безопасности. Также наблюдались проблемы при поиске корректной версии посещаемого сайта. Например, при вводе «HeadmanRekaWare.com» открывалась английская, испанская или голландская версия сайта. Вы можете использовать Tor для анонимизации и просмотра обычных сайтов. Но существует целая сеть скрытых сайтов, которые вообще не появляются в публичном вебе и являются видимыми только с помощью подключения Tor. Скорость загрузки веб-страниц в Tor, как правило, гораздо медленнее, чем при серфинге со стандартным подключением. Невозможно определить точно, насколько снизится скорость загрузки при использовании Tor, потому что эта величина зависит от большого количества факторов и всегда будет разной из-за использования разной цепочки серверов при каждом новом подключении. Таким образом, Tor становится необходимым инструментом во времена практически в полном отсутствии приватности в интернете. Продукт позволяет посещать сайты с уверенностью того, что отслеживающие сервисы не смотрят за каждым вашим шагом. Наверное, вы замечали рекламу, которая постоянно преследует на всех сайтах из-за того, что вы когда-то посетили страницу продукта или сервиса. Все эти раздражители исчезают в Tor браузер. Вивальди Вивальди позиционируется как браузер с бесконечным количеством функций. Но я бы, как пользователь, позиционировал его как альтернативу для пользователей Google Chrome с расширенной возможностью настроек для удобства пользователя и широкими возможностями настройки интерфейса, чего многим не достает в Chrome. С первого взгляда бросается в глаза давно знакомая по Opera Express панель и панель инструментов, а также меню с видом значка браузера Вивальди. Но разработчики данного браузера ушли значительно дальше по сравнению с лидерами многих топов. Почему именно с Chrome? Потому что Вивальди также разработан на основе Chromium. И хотя его чаще сравнивают с Opera по причине связи разработчика с данной компанией, я бы всё-таки его сопоставил с Chrome. Кстати, Вивальди совместим с расширениями от Google Chrome. И если перейти в меню Инструменты – Расширения, то можно увидеть, что устанавливаются они именно с интернет-магазина Chrome. Здесь присутствует тот же диспетчер задач и инструменты разработчика. Пользователей очень приятно порадуют удобные меню закладки и история. Достойная функция – быстрые команды, которая открывается нажатием клавиши F2, с помощью которой можно открыть любой из пунктов столь обширного меню настроек. Настройки браузера детально рассматривать не будем, но с уверенностью могу сказать, что они насколько обширные, что любой пользователь может настроить Вивальди под себя до мелочей. Здесь присутствует возможность изменения тем, фона и цветовой палитры, чего так не хватало в Chrome. Интересная возможность изменения размещения панелей вкладок. Причём, если их разместить слева или справа, то они будут отображаться с предварительным просмотром страницы. И так далее. В боковую панель быстрого доступа можно добавить необходимые ссылки. Понравилась функция «Снимок страницы»? Кликнув на значке фотоаппарата на нижней панели браузера, можно сделать снимок как всего экрана, так и отдельной его области. Раньше для этого требовалось использовать стороннее ПО. К сожалению, пока нет возможности создать аккаунт пользователя, в связи с чем отсутствует возможность синхронизации. Тем не менее, браузер является очень перспективной альтернативой для конкурентов из первой пятёрки. Ссылка на страницу, с которой можно скачать браузер, в описании. Торч Браузер Торч – скорее мощный медиа-центр, нежели типичный браузер. Он также основан на хромиум, отличается усовершенствованным дизайном и имеет некоторую дополнительную функциональность. Страница с новой вкладкой отличается настраиваемым минималистичным, но в то же время стильным дизайном, в то время как Toolbar содержит ярлыки со всеми медиа-возможностями, доступными в браузере. Приложение Torch Music – это ярлык на веб-приложении с тем же названием – сервис музыкального стриминга с многочисленными популярными артистами и альбомами. Вся музыка берётся с YouTube, поэтому музыку можно не только слушать, но и посмотреть. Torch Games – это коллекция флеш-игр, которые помогут вам убить время. Менеджер загрузок, существующий в Torch, скачивает файлы несколько быстрее, чем Chrome, однако он нередко выдаёт критические ошибки. Так, при переходе на страницу с аудио или видео, значок менеджера загрузок замигает. После его нажатия начнётся скачивание. Особенно это удобно для скачивания видео, например, с YouTube. Torch умеет скачивать торрент-файлы, понимает магнет ссылки, которые он обрабатывает не в менеджере загрузок, а на отдельной вкладке. Возможность воспроизведения видео в браузере, в то время как оно загружается, является интересной альтернативой просмотру видео онлайн. Torch имеет всё же несколько недостатков. К примеру, он часто выводит всплывающие окна с разъяснением возможностей, просит вас рассказать о нём в социальных сетях, а также на нём присутствует многочисленная реклама. Если вам не нужны какие-либо из его возможностей, удалить их не так просто. Несмотря на всё это, Torch – прекрасный инструмент для любителей фильмов, музыки и социальных сетей. Ссылка на страницу, с которой можно скачать браузер в описании. На этом всё. Не забывайте ставить под видео лайк. Также подписывайтесь на наш канал. Там много полезных роликов для вашего компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Всем спасибо за просмотр. Пока.